Всем привет! Вы на канале правильный выбор. В этом обзоре я расскажу о комбо-видеорегистраторе CarCam F1. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а чтобы не пропускать новые видео, рекомендую включить колокольчик. CarCam F1 выполнен в очень компактном корпусе, 8 на 5 сантиметров и не занимает много места на лобовом стекле. По внешнему виду он на небольшой цифровой фотоаппарат. В общем, дизайн абсолютно привычный для видеорегистраторов, ничего оригинального в нем нет. На лицевой стороне находится LCD-дисплей с диагональю 3 дюйма, на обратный выдающийся вперед объектив. Все кнопки для управления устройством и навигации по меню расположены на боковых гранях. Слева имеется разъем для карты памяти, а сверху порт мини-USB для подачи питания или подключения устройства к компьютеру. Питание прибора осуществляется от прикуривателя. Видеорегистратор работает и в автономном режиме от аккумулятора. Аппарат оснащен поворотным кронштейном, который дает возможность поворачивать видеорегистратор на 360 градусов и фиксировать обстановку с любой стороны от автомобиля. Устройство фиксирует дорожную обстановку в формате Full HD 1920 на 1080 пикселей, что позволяет рассмотреть на записи все необходимые детали происходящего, включая номерные знаки встречных автомобилей, дорожные указатели и лица пешеходов. Широкоугольный стеклянный объектив с углом обзора 140 градусов позволяет фиксировать дорожную обстановку по всей ширине проезжей части, а также захватывать придорожную территорию. В целом картинка получается достаточно четкая, с естественными оттенками цветов. Приличный угол обзора не создает эффекта рыбьего глаза. Почитаемости номерных знаков аппарат уступает дорогим видеорегистратором, но тем не менее показывает более чем приемлемый уровень. Номера становятся различимы на расстоянии около 10 метров. G-сенсор. В случае резкого торможения или удара G-сенсор автоматически защищает видеофайл от перезаписи. Режим парковки. При срабатывании датчика удара устройство мгновенно начинает запись видео в нестираемую область памяти для последующего анализа события. Данную функцию можно включить принудительно, нажав на тревожную кнопку SOS. Запись по датчику движения. Благодаря встроенному аккумулятору и технологии определения движения, видеорегистратор автоматически начинает запись, когда что-то происходит в кадре. Даже если никого не будет в машине, там останется надежный свидетель. Я проанализировал отзывы и нашел немного негатива. Самопроизвольное выключение. Невысокое качество записи. Мерцание экрана во время съемки. Зато положительных отзывов достаточно. Длинный шнур питания. Приемлемое качество изображения на экране. Отсутствие эффекта торможения картинки при съемке. Широкий экран. Большой угол обзора. Высокое качество сборки. Качественное крепление к стеклу. Возможно, вы стали владельцем такого видеорегистратора и захотите поделиться своим мнением о данной модели в комментариях. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а также включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До встречи в новых обзорах! Субтитры создавал DimaTorzok